Столпотворение в коридоре арбитражного суда Омской области. Этого заседания десятки амичей ждали три года. Речь о жильцах дома по улице 20-го портсъезда, которые никак не могут получить документы на купленные квадратные метры. Мы живем как на вулкане. Нам всем хочется наконец-то оформить свои документы. Ведь люди, прописанные где-то в других местах, платят коммуналку и здесь, и в тех прописанных местах. Мы и пенсионеры, и студенты, и молодые семьи. У нас не самый большой доход. Поэтому мы очень ждем, что какое-то мировое соглашение между Шиповаловым и Мироновой организуют они между собой, договорятся, и мы тогда будем оформлять свои квартиры. Мы очень этого ждем. Эта история берет начало в 2017 году. Предприниматель по фамилии Шиповалов продал здание гражданки Мироновой с условием постепенной оплаты. Миронова, недолго думая, распродала квадратные метры по низкой цене. Однако свой долг перед Шиповаловым оплачивать не стало. Со временем бизнесмены так и не договорились. Из-за этого жильцы дома до сих пор живут в квартирах на птичьих правах. Хотя свои права собственников жилья они оплатили полным рублем. Судебная тяжба между бывшими и нынешними владельцами здания началась в конце прошлого года. Однако интересы жителей не учитывали. Более ста человек подали ходатайство о включении их в процесс в качестве третьих лиц, чтобы доказать, они стали жертвами чужого конфликта. Та позиция, которая была ранее в ходатайстве отражена, поддерживаемая в полном объеме, просим суд заключить мировое соглашение. Или, сказать юридически, принять все меры в соответствии со статьей 2 ГПК, АПК для заключения мирового соглашения сторонами. Поскольку это наиболее оптимальная позиция для людей. Планировалось, что на этом заседании суд впервые опросит жильцов и их официального представителя. Однако процесс длился не более 10 минут. Сторона Мироновой внесла в дело дополнение. По закону с ними должны ознакомиться все участники процесса. То есть не только сторона Шиповалова, но и жильцы 180 квартир жилого дома. Суд дал время и в очередной раз отложил заседание. Следующее назначено на 6 апреля.